Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале коротко о главных событиях уходящего дня. Министр энергетики Булат Акчулаков объяснил, почему при строительстве АЭС они обратили внимание на Росатом. Также он прокомментировал критику президента Касымжимар Татукаева касательно ситуации в Экибастузе. В праздничные дни многие торговые сети устраивают акции и распродажи. Этим пользуются и мошенники. Они активно завлекают якобы большими скидками и подарками. Как злоумышленники обманывают своих жертв и как не угодить в их сети. Министр энергетики Булат Акчулаков объяснил, почему при строительстве АЭС они обратили внимание на Росатом. Также он прокомментировал критику президента Касымжимар Татукаева касательно ситуации в Экибастузе. Отвечая на вопросы журналистов, во время брифинга в СЦК глава Минэнерго отметил, что произошедшая авария в Экибастузе является комплексной ошибкой и винить кого-то одного не стоит. Как выразился министр Ахчулаков, насколько я понимаю, после неправильных показаний датчиков команда поступила на увеличение давления. Что, соответственно, увеличило давление в теплосетях, которые просто не выдержали в силу того, что теплосети тоже достаточно изношены. Поэтому пошли многочисленные порывы. В дальнейшем уже коммунальные службы, вовремя не отреагировав, не слили, условно говоря, оборотную воду во многих жилых комплексах и домах. Что и привело к так называемой разморозке, прокомментировал министр. Значит, критики президента, она принимается, конечно. То есть, в целом, необходимость целостное управление системой энергетики, включая тепловую, она стоит на злобу дня. И вот сейчас те поправки, которые мы вносим, в этом году предлагали усиление комитета. И, значит, сегодня такие поправки и депутатами всеми поддержаны. И там, кстати, включается в комитет атомного энергонадзора, который находится при Министерстве энергетики, включается в том числе контроль за тепловыми сетями. Министр Ахшуалаков также прокомментировал возможное участие российского Росатома в строительство казахстанской АЭС. Росатом уже является близким партнером Казахстана. У нее шесть совместных предприятий с госкомпанией Казатомпром. При этом Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. На страну приходится 41% добычи. Сырье в основном экспортируется в Китай, Россию и Канаду. Обладая обширными запасами, Казахстан находится в выгодном положении для производства дешевой атомной энергии, говорят политологи. Это Китайская Народная Республика, Южная Корея, Франция и Российская Федерация. То есть вот из этих четырех в шорт-листе, так называемом, мы ведем и выбор. То, что говорят самру Казана, здесь это не секрет, потому что на самом деле это так. Значит, почти половина, если не больше, блоков сегодня, которые строятся в мире, это, значит, они строятся по технологии Росатом, водоводенные ректоры, так называемые. Но независимые аналитики говорят, что государство, которое проталкивает свой атомный реактор другому государству, рассчитывает привязать своего партнера на долгие годы разными обязательствами. Готовить специалистов только в России, закупать только российскую технику и осуществлять многолетнее технико-сервисное обслуживание только при участии России. Впрочем, у атомной энергетики критики есть повсюду. Но мало где она вызывает такие споры, как в Казахстане, где советская программа по созданию ядерного оружия оставила в наследство зараженные земли и болезни. По Уржанши Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Министр по чрезвычайным ситуациям Ильин поделился планами на текущий год. По его словам, у ведомства стоит задача максимально сократить количество чрезвычайных ситуаций, смертельных случаев и травмирований людей. При этом особое внимание уделяется детям. Как сообщил Ильин, за 2022 год благодаря профилактической и оперативной работе удалось значительно снизить количество смертности среди детей на водоемах почти на 40%. Мы видим тенденцию снижения количества погибших людей при чрезвычайных ситуациях другого характера, будь то на пожарах, отравлении угарным газом и тому подобное. Это, естественно, говорит о том, что все-таки в правильном направлении мы движемся, в этом направлении будем. Ну и другое, как я сказал, это самый главный для себя вопрос, я ставлю как министр, это все-таки добиться повышения заработной платы для личного состава, это увеличить материально-техническое оснащение, то есть произвести переоснащение, позволяющее оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ну и другое, наверное, такая заветная мечта, это создание новых подразделений, строительства новых пожарных частей, создание морского отряда на Каспии, которого у нас нет, к сожалению. В праздничные дни многие торговые сети устраивают акции и распродажи, этим пользуются и мошенники. Они активно завлекают большими скидками и подарками. О том, как злоумышленники обманывают своих жертв и как не угодить в их сети, расскажет Лейла Уесова. Новогодним ажиотажем решил воспользоваться мошенник из Шымкента. Злоумышленник, имитируя женский голос по телефону, обманул жительницу Актобе. Своей жертве он пообещал двухкомнатную квартиру, а для оформления документов попросил перевести на его счет 300 тысяч тенге и, получив сумму, перестал отвечать на звонки. 57-летняя потерпевшая обратилась в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции в городе Шымкент задержали 26-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, пояснил, что представлялся женщиной и разговаривал женским голосом. По данным факта, возбуждено уголовное дело по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». В праздничные дни магазины и торговые сети стремятся привлечь как можно больше покупателей. Активно начинают действовать в эти дни и мошенники. Их главная цель – завладеть деньгами своей жертвы. Для этого они создают фишинговые сайты и продают что угодно – одежду, электронику, посуду и украшения для интерьера. Звонить звонили, но я нет привычки предоплату оплачивать. Если надо услугу оказать, пусть приезжают, оказывается, я оплачу. А если нет, то я ничего не скидываю. Там ясно по телефону, когда они говорят мне. Я уже так понимаю, как они разговаривают. Банки так не разговаривают. Эти мошенники у меня маме часто звонят. Я, честно, люблю, знаете, не по онлайн, а мне больше традиционно нравится, когда пошел в магазин, то есть примерил, посмотрел, лучше так вживую. При этом мошенники могут представляться кем угодно – сотрудникам банка, полицейским или же одним из менеджеров торговой сети, у которого есть очень выгодное предложение. По словам психологов, чаще всего на уловки злоумышленников попадаются доверчивые пенсионеры. Обманщики всегда были, есть и будут. Мошенники, да, вот, и, наверное, нужно, и особенно пожилых людей, вот прям детям учить этими вопросами занимается мой сын. Сейчас я ему перезвоню, он вам позвонит, да, примерно так вот. Чтобы не угодить все эти мошенников, нужно запомнить несколько простых правил, говорят в полиции. Самое первое – нельзя передавать третьим лицам конфиденциальную информацию. Настоящему сотруднику банка или полицейскому не нужны данные с ваших банковских карт и пароли. Попросить загрузить на ваш смартфон сторонние мобильные приложения могут только мошенники. С их помощью они получат доступ к вашему устройству. Лейла Уэсова, Жумар Кадайбергенов, телеканал ТТК-42, Ак-Тубе. Вактау тренер в течение пяти месяцев совершал в отношении пятилетней ученицы насильственные действия сексуального характера. Прокурор просил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевший просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Напомним, осенью областной центр потрясла новость о том, что известный актауский тренер подверг насильственным действиям одну из своих подопечных. Когда это произошло, пришла мать девочки, которая и застала страшную картину. Санкция за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшего предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненное лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу. На 20% увеличилась средняя обращаемость в скорую помощь 1 января в Казахстане. По данным Минздрава, в первый день Нового года в службу скорой помощи страны поступило 33 370 вызовов. Это на 20% выше средней обращаемости. Из них вызовы первой категории срочности составляют 4%. Сюда входят боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи. На вторую категорию срочности приходится 23% вызовов. Пациенты жаловались на нарушение ритма сердца, атипичные боли или изолированную травму и другие. По третьей категории срочности медицинские работники выезжали в 28% случаев. По причине обострения хронических заболеваний, что относится к четвертой категории срочности, пациенты обращались в 45% случаев. В новогоднюю ночь в травмпункт Западно-Казахстанской области обратилось рекордное количество жителей области. Всему виной погодные условия. Так, за первый день 2023 года более 100 человек обратились с теми или иными жалобами, а всего за 4 праздничных дня в травмпункт поступило 240 жителей. Наши корреспонденты узнавали о характере травм и причинах столь небывалого количества обратившихся. Подробности в сюжете Рустама Машарипова. Ежегодно новогодние праздники дарят не только счастье и радость, но и зачастую непредвиденные травмы. Так, с 31 по 1 января в травмпункты обращались как по причине полученных травм во время очередной посиделки и драк, так и по причине гололёда. Всего с 31 по 4 января в травмпункты обратились свыше 240 человек. Как сообщают сами медики, причины в основном погодные условия. У большинства обратившихся травмы рук и ног, полученных из-за гололёда. За прошедшие праздники было большое количество обращений. Это связано и с тем, что праздничные дни были, ну и, конечно, погодные условия, гололёд на улице. Всего за праздничные дни обратилось 230 человек. С 31 по 3 числу. Из них 113 человек по причине гололёда, то есть упал, подсказался, ну, с различными травмами. Это и перелом луча в типичном месте, и сотрясение головного мозга. Вот, ну, конечно, были избитые. Были ножевые ранения. Ну, это связано с гуляниями народными в связи с праздниками. А какие виды травм превалируют? Ну, конечно, в основном, это травмы, связанные с падениями. То есть это ушибы, переломы. В травмпункте по сей день большая очередь. Люди вынуждены ждать в очереди. Персонал отдела травматологии работают в усиленном режиме. Но количество граждан не уменьшается. Как говорится в одном известном фильме с участием Юрия Никулина, упал, очнулся, гипс. Подскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Перелом ребер. Подскользнулся, упал, шел с работы. Все. Сколько вы здесь уже находитесь? Минут 15-20. Очень большая? Ну, как видите, врачи не успевают. Добавим, что Управление здравоохранения Запад-Газахстанской области предупреждает всех жителей региона быть аккуратнее. Ведь травму можно получить на ровном месте. Рустам Машарипов, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Казахстане в новогоднюю ночь на свет появились 240 малышей. Только в Западно-Казахстанской области с начала года родились более двух десятков новорожденных. Наши корреспонденты побывали в перинатальном центре и узнали о самочувствии новорожденных и их родителей. Ежегодно новогодняя ночь дарит незабываемые эмоции. А для тех, кто ждет пополнения в семье, еще более непредсказуемый сюжет. Если многие мамы с раннего утра готовятся к празднику и цел день возятся у плиты, то для 18 мам эта новогодняя ночь стала особенной. Ведь их в этот день ожидала тяжелая ночь со счастливым концом. Пополнение в семье – это всегда большая радость для каждого родителя. Как сообщают медики, в эти праздничные дни все роды прошли без каких-либо проблем. К слову, на свет появился 21 новорожденный, 13 мальчиков и 8 девочек. В новогоднюю ночь, 31 декабря, у нас в перинатальном центре появилось на свет 11 малышей. Из них 4 мальчика и 7 девочек прекрасных. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, с мамой в режиме мать и дитя. Одной из тех, кто стал мамой, является Жадара Инкарова. Она до начала 2023 года была мамой троих детей. Но уже 3 января она родила троиняшек. Все они девочки. Вес и рост малышек в норме. Состояние самих новорожденных стабильное. Я очень рада, что роды прошли хорошо. Родила тройню. Дома еще трое детей ждут. Спасибо врачам. Отметим, что в Казахстане только в новогоднюю ночь на свет появилось 240 малышей. Лидером по новорожденному новогоднюю ночь стала Туркестанская область, где в ночь на 1 января на свет появилось 44 ребенка. В тройке лидеров также Атарауцкая область и Алматы. Многопрофильный тренинг Центра «Оброй» в Уральске проводит обучение и повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в области промышленной безопасности. Стоит отметить, что большинство несчастных случаев со смертельным исходом и получением травм на производстве связано с некачественным получением образования. Мы предлагаем современные методы и технологии, позволяющие быстро и качественно освоить программы обучения. Наши здания и учебные классы отвечают всем современным и международным требованиям. За плечами нашего преподавательского состава имеется большой теоретический и практический опыт работы. Половина из них имеет ученые степени. Тренинг Центра «Оброй» проводит сертифицированные качественные курсы и стремится завладеть доверием как местных, так и крупнейших международных компаний. Сохранить жизнь и здоровье вашего сотрудника – это главная цель многопрофильного тренинг-центра «Оброй». По всем вопросам обращаться по адресу город Уральск, улица Алии Молдогуловой, 25, или по номеру 8 701 163 01 44. Новый год – самое удачное время для подарков себе и своим близким. Но выбирать необходимо только качественные вещи. В этом вам поможет компания «Союзмеха», которая по желанию горожан продолжает свою выставку продажу меховых изделий. В честь новогодних праздников у вас есть возможность приобрести качественную продукцию со скидкой до 50% на некоторые модели. Кроме этого, предусмотрена покупка в рассрочку до двух лет. По многочисленным просьбам жителей города мы продлеваем свою работу в городе Уральске. Если вы не успели еще купить подарок себе или своим близким, то мы ждем вас за новой шубкой на нашу выставку продажу «Союзмеха». После новогодних праздников я решила сделать себе подарок и купить шубу в магазине «Союзмеха». Здесь очень большой выбор. Вы сможете найти здесь шубу на любой вкус и карман. Выставка продажи от компании «Союзмеха» ждет вас по адресу город Уральск, улица Сарамадатова, 28, дробь 2, торговый дом «Твой дом Квант», остановка «Строитель» на цокольном этаже. С 10 до 19 часов без выходных. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СЕЙТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ПЕШЕХОД Супермаркет «Пешеход» – это территория выгодных покупок. Добро пожаловать за покупками. Ждем вас ежедневно с 9 до 21 часа. СПОНСОР ПОГОДЫ 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 СПОНСОР ПОГОДЫ